Михаил Хазин. Путин на распутье. Поскольку вчерашний текст о предстоящей встрече Путина и Трампа вызвал дикие вопли, вплоть до того, что некоторых участников дискуссии пришлось с сайта навсегда убрать, нужно несколько уточнить отдельное обстоятельство. Прежде всего, роль самого Путина. Прежде всего, повторю, что его возможности были всегда жестко ограничены, в том числе и возможностью внезапной смерти. И не нужно считать, что это фантазии. Это не фантазии. Важно другое. Сейчас появилась возможность выбора, ее нужно оценивать правильно. Почему выбор появился именно сейчас, я уже объяснял. Но остался вопрос, какой именно это выбор. Хорошую возможность для ответа на этот вопрос дает теория глобальных проектов, разработанная Сергеем Ильичем Гавриленковым и мною в начале нулевых годов. Основные ее положения можно прочитать у нас на сайте. Суть же состоит в том, что любая страна, которая на что-то претендует в мире, должна либо формировать собственный глобальный проект, который в перспективе переходит в систему глобализации, либо присоединиться на более слабых позициях к какому-то проекту существующему. Почему более слабых? А потому, что у любого глобального проекта существует проектная элита, и войти в нее просто так не получается. Это подробно описано в «Лестнице в небо». Так вот, в 1991 году мы сделали попытку присоединиться к западному глобальному проекту, причем отказались от введения переговоров по выработке более или менее приемлемых условий такого вхождения. В результате мы потеряли мировые рынки многих образцов высокотехнологической продукции, например, авиационной техники. Получили дикое падение уровня жизни. Но главное, мы лишились возможности формировать правила и прогнозы нашей будущей жизни. Соответственно, экономика страны впала практически в постоянное падение, без какой бы то ни было перспективы. Единственный период роста, нулевые годы, был связан с гениальной кредитно-денежной политикой Герасченко и резкой девальвацией рубля в конце 90-х годов. Дефолт 1998 года стал как раз следствием политики либералов по оттягиванию неизбежной девальвации. Этот период уже сходил на нет после прихода Игнатьева в конце 2002 года, но рост цен на нефть его на какое-то время поддержал. Как только цены на нефть упали, начался очередной кризис. И после небольшого восстановительного роста в 2010-2011 годах, либеральная политика, наконец, достигла естественного результата. С конца 2012 года экономика России находится в состоянии постоянного спада. И выйти из него невозможно, поскольку экономическую политику страны определяет МВФ, главный экономический штаб западного глобального проекта, в котором мы права голоса не имеем. Теоретически, о чем как раз пишут комментаторы, обвиняющие Путина в том, что он все слил, и в том, что он искренне либерал, не только в экономическом, но и в политическом смысле, можно из системы управления западного проекта выйти. Но как тогда быть с управлением экономикой? И где достать необходимые ресурсы? Давно уже прошли времена, когда Россия, точнее СССР, была самодостаточным в экономическом плане государством. И значит, в любом случае нужны союзники, с которыми нужно согласовывать позицию. До какого-то времени Путин активно маневрировал, в целом оставаясь в рамках системы управления западного глобального проекта. Но сегодня он получил предложение от Трампа, предложение от которого можно отказаться, но нужно понимать, чем это грозит России. Суть предложения понятна. Трамп предлагает союзничество в деле о разрушении организационной и управляющей структуры западного глобального проекта. То есть, нынешней мировой Бреттон-Вудской финансовой системы. Поскольку Евросоюзом, который главный торговый партнер России, управляет как раз дочерней к элите западного проекта политическая элита, такие действия неминуемо вызовут серьезный коллапс, как в самом Евросоюзе, так и в части поставок необходимых для России оборудования и другой продукции. В том числе, под действием новых санкций. Про санкции я писал не зря. Предложения Трампа неминуемо. В качестве дополнительных бонусов для Путина включают разные геополитические аспекты, типа возьмите себе Украину и делайте там, что хотите. У Путина есть три основных варианта поведения, которые четко описываются в рамках теории глобальных проектов. Первый. Отказаться и продолжить взаимодействие с западным глобальным проектом. Это означает, в частности, необходимость отдать Крым, проводить пенсионную реформу, ускорить приватизацию Газпрома и Роснефти и так далее и тому подобное. Не вызывает сомнений, что в этом случае дни самого Путина на своем посту будут очень быстро закончены, в том числе и потому, что обрушение рынков, судя по всему, предстоит достаточно скоро, иначе Трамп бы не спешил. Второй вариант. Принять предложение Трампа и войти с ним в коалицию, не только в рамках негативного среднесрочного сценария, то есть разрушения инфраструктуры западного глобального проекта, но и в рамках построения реинкарнации инфраструктуры проекта капиталистического. Это не только позволит решить задачу, которая возникла после ликвидации с подачи Британии российских представителей мировой элиты в 1918 году, то есть повторного вхождения российских представителей в мировую элиту, но и увеличит шансы на улучшение отношений с Германией. В последний, после исчезновения инфраструктуры западного проекта, произойдет тотальная смена элиты, и к власти вернутся представители старой аристократии, именуемая Андреем Девятовым «Черным интернационалом», которое давно тяготеет к капиталистическому проекту. Отметим, что это создаст определенные проблемы для РПЦ, Русской Православной Церкви, поскольку главным координатором «Черного интернационала» выступает Ватикан, но отказ аппарата РПЦ от идеологической работы и противодействию политики западного проекта и без того очень сильно снизил авторитет этой организации. При этом, в некотором смысле, повторится ситуация начала 20 века, при которой элиты всех стран Запада сплотились против СССР. В новой ситуации в качестве СССР выступит Китай. С учетом того, что мы с Китаем граничим, не исключено, что этот сценарий поставит нас в положение Польши 30-х годов, которая сама выступила главной антисоветской силой и сама же стала жертвой соответствующего процесса. Условно, не исключено, что новая элита капиталистического проекта разделит Россию между собой и Китаем для того, чтобы отложить прямую конфронтацию. Ну и третий вариант. Войти в тактическую коалицию США по разрушению западного проекта, но не устраивать стратегического партнерства, а строить собственную проектную конструкцию, возможно, на основе красного проекта. О такой возможности я писал много лет назад. Желающие могут тот старый текст посмотреть. Михаил Хазин. Современное состояние дел в мире с идеологией. Анализ и прогноз. Здесь же отмечу только одно. В этом случае мы должны будем выстраивать отношения с Китаем против США. Впрочем, есть еще вариант ускоренного построения евразийского экономического пространства с Японией и Турцией, но это масштаб преобразований 30-х годов. Отметим, что второй и третий вариант не требуют жесткого выбора уже сейчас. То есть не исключено, что Путин, согласившись с Трампом на среднесрочное сотрудничество, окончательный свой выбор не озвучит, даже если он уже есть. У Путина есть серьезный козырь – наличие альтернативной экономической теории. Он может его использовать, предложив Трампу создать на нашей территории проектные институты для написания новой экономической стратегии в рамках капиталистического проекта и обучения новой управляющей элиты. Старая вся выучена по калькам западного проекта в рамках либеральных идей, и ее использовать категорически нельзя. Но никто не может Путину запретить создать альтернативные центры и затем, чуть позже, уже после обрушения рынков, сделать окончательный выбор. В любом случае, можно почти без шансов ошибиться, прогнозировать, что этой осенью Трамп начнет операцию по ликвидации западного проекта. Не исключено, впрочем, что распад соответствующей инфраструктуры начнется сам собой, и Трамп тут просто идет за событиями. Но в любом случае, надо готовиться. Михаил Хазин, читал Павел Иванов, специально для информационной сети Аврора.